Спасибо, что уделили время. Сейчас за окном май, и светит солнце, поют птицы. Привычная картина весеннего дня. Однако, возможно, все могло бы быть по-другому, если бы 72 года назад мы бы не одержали победу в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. В преддверии Дня Победы с нами любезно согласился побеседовать очевидец тех событий, человек, оставивший свое имя на колоннах Рейхстага, ветеран Великой Отечественной войны, профессор нашего университета Илья Семенович Кремер. Илья Семенович, добрый день. Спасибо, что уделили нам время. Начало мая – время особое. Время, когда мы вспоминаем о человечности, о том, что значит быть человеком. Как в те страшные годы удалось остаться собой и сохранить веру, не потерять надежду, верить в то, что наступит завтрашний день? Понимаете, в чем дело. Я принадлежу к поколению, которое жило очень большими мечтами и надеждами. Поэтому все это было естественно. Не надо было прилагать какие-то особые усилия для того, чтобы оставаться человеком, оптимистом, делать свое дело. Я как-то был у наших друзей из лицеи, из преуниверситариума, извините. И я им говорил, что дети того времени, подростки того времени были людьми, которых касалось все, что происходит вокруг, в нашей стране, за ее пределами, мы жили в каком-то постоянном ожидании движения вперед, к лучшему, в том, что другие народы пойдут вслед за нами. Вот мы в 17-м году начали это движение к социализму и коммунизму, а другие народы так, подзадержались, но они тоже все-таки пойдут по этому пути. Эта версия делала очень глубоко, она помогала нам жить, понимаете. Она определяла наше поведение. То есть мы не были такими людьми суетными, мелкими. У нас были большие проблемы, большие мечты. Я лично очень внимательно следил за развитием событий в Испании, например. Я каждый день начинал свой день с того, что слушал радио, что читал газету. Для меня в 9 лет мне родители выписали известие, между прочим. Они были люди беспортийные, простые, отец заводской работник был. Ну, а, так сказать, революционно крыло в семье представлял я. Да, меня интересовало это все. Я читал известие, но я слушал радио, что происходит в этой Испании, которая от меня очень далеко, но там происходит борьба с фашизмом, там гражданская война, там социалисты, коммунисты, анархисты борются с фашистами. Это меня касается, это мое дело, понимаете. Поэтому я понял ваш вопрос, так сказать, чем мы жили, как мы сохранили свою психологическую устойчивость и оптимизм. Мне показалось, что я вам рассказал. Я и вам советую. Не думайте, не расстраивайтесь по поводу всякого рода жизненных мелочей. Попробуйте с помощью книги. Здесь я меньше надеюсь на телевидение. У нас очень такое, знаете, иногда, как вам сказать, несколько примитивно и как-то в сторону пропаганды уходит. Хотя и там есть хороший, скажем, канал «Культура», который я вам рекомендую посмотреть. Ну вот, может, с этим вопросом мы кончили. Спасибо. А как сохранить непредвзятость, работая военным переводчиком? Как не разлюбить язык врага? Понимаете, что я делаю? Вот за мной идет какая-то малова, которая не очень тесно связана с правдой, с жизнью. Я не был профессиональным военным переводчиком. Я попал на фронт довольно поздно. Меня по глазам долго отказывались взять в армию, хотя я записывался в лыжные батальоны во время битвы под Москвой и так далее. Но меня браковали. Но потом список этих болезней, по которым людей нельзя брать в армию, он резко сокращался по мере того, как мы несли огромные потери. И, значит, я мог со своей этой близорукостью попасть на фронт. И я был там артиллеристом. Я кончил здесь, я в учебном полку, не очень далеко от Москвы. Вы, наверное, все знаете такую книжечку «Москва петушки». Есть такая книжка у писателя Ерофеева. Так вот, на подъезде к этим петушкам есть местечко, которое называется Костерева. И там находился 139-й полк, где проходило обучение людей. Раньше мы их пошли на фронт, то надо было там заниматься. Чем мы занимались? Лично я изучал оружие. То есть артиллерию средней дальности, артиллерийскую пушку калибра уже близко к 90. Это средняя зенитная артиллерия. И я и попал в такой вот корпус фронтовой. Это не та зенитная артиллерия, которая защищает города в тылу, а это корпус, который прикрывал Первый Белорусский фронт от нападений германской фашистской авиации. Вот я прибыл туда и был командиром орудия там. Но понимаете, что получилось, что вот мои эти родители, беспартийные и не очень образованные, они как-то довольно рано сообразили, что надо этому мальчику дать какое-то дополнительное образование. И в 4 года меня отправили в немецкую группу. Была настоящая немка. Мы жили тогда в Самаре, на Болге. И она с нами занималась. Как будто бы она играла. Ну что, с 4-5-летними детьми там особенно можно рассуждать. Но уже очень скоро мы читали книжку, хорошую книжку. Это великолепное такое немецкое учебник, напечатное в Германии. И мы постепенно овладели этим языком. Шутя и игра, так сказать, без больших усилий. Но так года три я походил к ней. И уже я знал немецкий язык. Это на всю жизнь осталось. Конечно, немножко, наверное, погрешности есть в моей немецкой речи. Вообще я грамматику не очень люблю. Я абсолютно грамотный человек. Но спросите меня правила грамматические, я вам не расскажу. Понимаете? Это вот как-то или это есть или нет. Так бывает. Вот. И вот что получилось на фронте. Конечно, я жил в землянке, жил возле своего этого орудия со своими солдатами. Но меня вы оттуда выдергивали время от времени. Потому что вот мы стреляем ночью, так, на лед авиации. Прожектора подсвечивают, вылавливают самолеты. Мы стреляем. И стреляют все вокруг в этой части. И совершенно ясно, что два самолета подбиты. Утром начальство наше направляется на поиски этого самолета. Возвращаются они с пакетом документов. То есть с летчиков погибших немецких. Сняты их офицерские книжки, солдатские книжки. И тогда меня выдергивают из этой землянки в штаб. Садись и переведи. То есть называли меня в это время не сержант, а студент. Потом мне пришлось... Это уже было, правда, в конце войны. Прислали нам из Москвы на короткий срок причем. Чертежи немецкой ракеты Фау, которую Лондон обстрелил. Вы, наверное, знаете, да? Значит, прислали нам чертежи этой ракеты, но с немецким описанием. Достали где-то, понимаете? Значит, я должен был, во-первых, перевести этот текст. Что-то было совсем непросто, потому что это был технический текст. И, кроме того, перечертить это все очень хорошо, так сказать, понятно. Чтобы это можно было вернуть обратно в Москву срочно. Ну вот. И в это время меня называли чертежник. А я был артиллерист все время. Так что вот вы сказали, как переводчик, да? Вот я был переводчик. Я вам еще один эпизод расскажу, если это попадет, так сказать, в сферу ваших интересов или вопросов. Я расскажу, что мне приходилось переводить там еще в самом конце войны. То есть вот между концом апреля и концом сражения за Берлин. Так было, да. Но я не профессиональный переводчик. Илья Семенович, большое спасибо. Теперь, если есть вопросы у кого-то из наших гостей, то пожалуйста. Пожалуйста. Илья Семенович, спасибо вам большое за встречу. Я бы хотела задать вопрос о том, что поддерживала вас дух, который на протяжении всей войны напоминал вам о доме, какие-то предметы, которые вы смогли взять с собой на фронт. Спасибо. Я начал вам отвечать, что война для меня лично началась еще в очень неудачный момент. Я был впервые в жизни влюблен. Ну и такой возник роман. И так это он имел продолжение на следующие 55 лет, между прочим. Вот. Но у нас родилась дочка. И она родилась, когда война... Вскоре после того, как война началась уже, она в 43-м году родилась у нас. Я ушел на фронт, оставляя совсем такого младенца. Я сначала здесь был в этом полку в Костерево, в какой-то время в Москве, а потом уже на территории Польши и Германии. Ну что, я думал о них, конечно. Я был очень... Я тосковал, попросту говоря, по жене, по дочке, которую я очень любил. Она, к сожалению, в 2000-м году умерла от тяжелой, очень тяжелой болезни. Вот. Ну, и... Я думал о них. Но вообще, понимаете, как вы должны попытаться понять вообще всю эту атмосферу войны, когда ощущение, что мы все заняты очень важным и справедливым делом. Понимаете? Вот. Это очень важно, что ты сознаешь, что тебя не поспали просто по не очень умному какому-то желанию какого-то деятеля государственного или политика, а ты защищаешь свою страну. Ты стараешься сделать так, что никогда больше никто к нам не пришел громить наше государство и наших людей. Вот. И поэтому, так сказать, у нас не было никаких, таких, знаете, психологических переживаний. Мы все делали одно общее дело. У нас были очень добрые отношения. Во время войны вообще такое вот ощущение, здесь есть такое выражение, чувство локтя, да? Вот. Ощущение, что мы все едины, оно было очень сильным. А каким было ваше первое чувство, когда вы узнали, что война закончилась? Как это произошло и где вас застала эта новость? Хорошо. Значит, друзья, 16 апреля 1945 года началось вот это берлинское наступление. Значит, мы форсировали речку Отор в районе городка Кюстрин, может быть, вы знаете. Но рядом есть городок побольше, который назывался Франкфурт на Одере. В Германии два франкфурта было. Один на Майне, другой на Одере. И двинулись вперед. Но там у немцев были две хорошо оборудованные полосы обороны. Особенно была тяжелая полоса у Мюнхеберга, Мюнхебергской высоты она называется. И еще у Зиелова, Зиеловской высоты. Вот мы пробились туда. И в это время прилетает человек из Москвы, какой-то майор из главного штаба противовоздушной обороны. Это наш куратор, так сказать, этого корпуса. Это пятый корпус генетной артиллерии, в котором я был. И говорит, что ему поручено разобраться в том, как была организована противовоздушная оборона Берлина. Но Берлин еще не взят. Очень трудно разбираться. И тогда он решил, что его надо в сборных пунктов, куда отводили немецких пленных, найти этих людей, артиллеристов, то есть наших коллег, этих зенитчиков, офицеров, и их опрашивать. А потом, когда возьмут Берлин, то там надо будет посмотреть, что там происходило. И вот мы ездим с ним на такой открытой военной машине, Виллис она называлась. Меня к нему прикомандировали, как единственного владеющего немецким языком. И мы опрашиваем этих офицеров-зенитчиков. Значит, я должен перевести, я еще должен делать записи, чтобы мы не забыли, что они отвечают, что мы спрашиваем. Значит, я вот этим занимался. Ну, а наконец, мы попали уже на окраину Берлина. Это было уже 30 апреля. Мы уже на окраине. Уже вот эта улица, которая идет на восток, Фридрихстрасс, мы уже с ним там. Теперь мы вот-вот уже будем брать прямо живых этих зенитчиков там. Ну, а 2-го числа вдруг на какое-то мгновение все стихло, а потом началась такая стрельба, стреляли уже в воздух. В этот час, значит, Берлин капитулировал. Понимаете? Вот. Ну, и тогда уже мы стали осматривать вот эти основные основное оборудование, которое немцы имели в Берлине для защиты столицы. Это было довольно интересно. Я так понимаю, что он выполнил свою миссию, этот майор. Значит, там были такие три пары, как они называли, бункеров. Ну, представьте себе, три пары домов, немножко, может, ниже, чем была гостиница, чем гостиница Москва, теперешняя, с плоской крыши. На одном из этих бункеров стояли спаренные артиллерийские орудия, а на втором, на всей площади этой крыши плоской стоял радар. Они уже имели, как и англичане раньше, но и немцы уже имели радар. Этот радар, зеркало радара, огромное, ну, вот с этой комнаты, в которой мы с вами сидим, он назывался Вюрсбург-Ризе, Вюрсбург-Великан. И вот мы начали описывать эти, значит, здания, это было довольно любопытно, где сидел командующий, как он получал информацию, информацию, если выразить меня командующим, то с этой стороны темное стекло, черное стекло, а за ним маленький амфитеатрик, и со стороны вот этого командира белой масляной краской обозначены границы Берлина, всего города. Ну, допустим, у нас, ну, по кольцу московскому, да, там, на маленьком амфитеатре сидят, сидели немецкие связисты, у каждого маленький прожектор, у него наушники, и он получает известие о том, как подлетает к Берлину вражеская авиация, то есть английская или американская, а потом и на. И вот эти прожекторы он показывает командующему с помощью лучика, луча, зайчика, так сказать, где находится эта авиация, она приближается, а перед ним, вот там, где вы сидите, вот передо мной стена такая, большая черная стена из черного стекла, на нем уже карта Германии, и там большой амфитеатр, но немножко меньше вашего, так, рядов в семь, рядов в семь, и то же самое, даже в Карске, но эти люди, которые там сидели, они получали сведения от границ Германии, то есть от района, допустим, Киля, Гамбурга, Бремена, Любака, и они своими этими лучиками направляли, показывали командующему, где находятся вражеские эскадрильи, допустим, в районе Киля, на севере, и дальше они уже вели этот лучик, и наконец справа, вот на этой стене, висела просто карта Берлина, довольно большая, но любопытная вещь, значит, кто-то, видный из офицеров, по мере того, как мы продвигались в городе, отрывал просто кусочки газеты, и наклеивал на занятый русскими, советскими войсками район, и вот когда я подошел к этой карте, там вот такой остался кусочек, вот такой, это примерно место, где мы сидим, вот этих бункеров, и, значит, стараемся, я должен его начерти, но не начерти, зарисовать, как это все выглядит, и так далее, вот, но дальше, да, вот еще надо сказать, 2 мая, вот когда стреляли все в воздух, просто так, но все солдаты, офицеры, все рвались в центр города, я тоже присоединился к этой толпе, все висут с собой котелки, в которых не пища, не суп, а краска, у кого красная, у кого белая, где это все, я не знаю, но у меня нет ничего, но я в толпе иду со всеми, в сторону Рыгстана, и справа от меня, я еще на этой улице, Франкфурта, Штрассе, да, простите, Фридрих Штрассе, справа от меня разгромленный пищебумажный магазин, и в витрине магазина стоит огромный такой вот такой карандаш, у него грифель виден, красный грифель, я дальше выбираю, это стекло выбито, валяются оскобки стекла, я беру карандаш и бегу дальше, и мы подходим к Рыгстану, и там на одной колонии я написал, ну что я написал, у меня всегда было потом, немножко смешно и любопытно, но я мог написать, я не был офицером, я был в это время сержантом, потом уже после войны меня дали с воины старшего лейтенанта, а я написал, ни сержант, ни свою часть, вот у меня часть была номер 1088, номер малополканных, а я написал, или я Кремер, запятая МГУ, то есть я уже был сердцем дома, понимаете, вот так я встретил окончание войны. Большое спасибо, большое спасибо за победу, и с наступающим праздником. Спасибо. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек, были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках, эхо радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей, дни и ночи, битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе, пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы День Победы